Мир вам Игнатий Тихонович! Миром Юрьевич! Миром Викторович! Вот такое делается. Вопросы у меня к вам Игнатий Тихонович. Ну сейчас, подготовимся. Минутку. Вот у меня тут все настроено так. Потому что один я. Володе нету. Надо все самому строить. Ну, что сказать. По славу Божию, давай вопрос. По славу Божию. Первый вопрос, он обширный, поэтому я стараюсь, так сказать, захватить его таким широким бреднем. Уж не знаю, со всех ли сторон смогу его сформулировать, но я думаю, он будет понятен. Поставим вопрос по-шолоховски. Судьба человека. Сразу скажу. Хотя я знаю ваш ответ, но скажу, что у нас все выставляется в интернет. Не против? Нет, не против. Все, во славу Божию. Итак, судьба человека. Так называется известная повесть Шолохова. Но все-таки хотелось бы вопрос этот взять шире и прежде всего во свете Библии. Дело в том, что согласно синодальному переводу, однажды все-таки такое выражение в Святой Библии встречается. В книге притчей 29-26, где говорится, что судьба человека от Господа. Это единственный раз. Что касается расхожего мнения, то если приглядеться, то жизнь всякого человека имеет свой причудливый рисунок со взлетами, падениями. И вот это понятие, которое пришло к нам из античной Греции, понятие судьба, либо иначе оно называется, Мойра еще. Вот насколько оно уместно касательно каждого отдельно взятого человека и судьбы народов. Потому что точно так же, как у каждого человека есть, согласно Библии, свой ангел-хранитель, точно так же в Библии мы читаем, что и у каждого народа есть свой ангел-хранитель. То есть, если мы говорим о судьбе, то, как правило, мы говорим о неком предопределении. И поэтому слово «судьба» и «жизнь» — это, в общем-то, понятия не синонимичные. Но в частности, вот, например, в послании апостола Павла Римлянам, 8.28, мы, тем не менее, читаем такие слова «Кого он предузнал, тем и предопределил». Вот. Поэтому интересно, насколько действительно судьба, или лучше сказать, жизнь человека предопределена Богом, либо судьба народов. Особенно этот вопрос актуален в свете сегодняшнего положения России, как внутри, так и на мировой арене. Вот хотелось бы, Игнат Тихонович, по возможности узнать развернутый вопрос, ответ на этот вопрос. Да. Вопрос, конечно, непростой. Любой человек может сказать, что судьбу свою сам пишет человек, хотя он понимает, ничего ты не пишешь. Где родиться? Родители, говорит, не выбирают. Ну, раз не выбирают, значит, предопределенно тебе было быть. Я родился не в царской семье, а в бедной самый же сын пастуха. Ну, а кроме того-то, когда, в какое время родиться, в какой день, на каком языке я буду говорить, учиться маленький будет, какой нации совершенно от нас не зависит. Ну, дальше, когда человек уже приходит в сознание, ну, умение поступать, как-то так, чтобы это была ответственность у него. А тут уже человек употребляет то, что Господь сотворил по образу и подобию. Во всех рассуждениях, какие прочитали, какие сейчас я буду считать, мы всегда должны помнить наше понимание. Один человек сказал так. Вы, конечно, догадаетесь, кто это сказал. Он говорит, я отвечаю за свои слова, но не за то, как вы их поняли. Это действительно так. Вот у меня тут на днях был разговор с одним, американец тут приехал, живет. Видео. Америка, чем она наградит? И не православным же. Вот он такой есть, ему разницы никакой нет. Он сам же говорит, что в Америке 20 тысяч разных наименований. Он 20 тысяч первое, ему даже нужды нет. То есть совершенно душа мертвая, убитая. Да при том еще и явно беснующаяся. Что я могу сказать на это? Судьба? Ну он был здесь, теперь уже он судьбу не скажет. Если бы мы не встретились, если бы я ему не подарил книги, где все это объясняется, трехтомник, для Слова Божьего не тут, что и к Писному Православию, он бы мог так думать с сегодняшнего дня, то есть ну три дня назад, допустим, было, ему уже ничего нельзя сказать. Это предопределение Божие означает только то, что Бог, все ведущие, знает. Но все время Бог направляет так, чтобы человек свободно выбрал, сделал свой выбор. Такое у англичан даже выражение есть, как у нас елки-палки, так они говорят. Make your choice. Сделай твой выбор. По любому вопросу. Абсолютно по-любому. Куда поехать, как отдыхать, как жениться. Ну, померять от нас не зависит, но в общем-то кое-что есть. Куда попало, не лазил, в город, а пока не оборвался. Дольше проживешь. Вот. Был один человек такой, который судьбу понимал как провидение. И нужно сказать, это единственное верное определение этого слова. То есть Бог предопределил, провидел, провидение Божие. Но Бог сотворил человека по образу подобию своему. И наградил одно из подобий, которое включает сейчас, это свобода выбора. Как-то приехал к нам митрополит, и Сергий, потеряя, ну, я сказал проповедь на эту тему. Что Бог сотворил человека по образу подобию. И возьмем только одно слово, свобода. Я показал, не патриарх, я говорю, не выйдет свободно. Система тебя душит. Ты обязан это делать, эти широкие рукава, шире, говорится, цыганкиного платья нести. Он же смеялся только. Ну, да, так же, так же бедствие нас наградило. Я кое-что делаю, маленькие такие вставки со стороны. Но все это относится к этому. И поэтому Бог говорит, я предложу тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Избери жизнь, подталкивает. Зачем тебе умирать? Все, нет. Только Бог знает. Я делал такой же разбор мысленный. Человеку говорю, ты веришь в это, что Бог знает, как ты проживешь это делать? Он говорит, мне сосед знает, как я живу. Я в частном доме живу. Нет, он распишет пошагово. Весь день твой. Ну, это как удастся. Он твердо такой. Я говорю, ну, только отрекаться не будешь. Давай договоримся так. Вот я тебе даю письмо. У тебя будут лежать засургученные. Ты его не ломай. По совести. Ну, я вижу, мужик серьезно. А вещи раскроешь и посмотришь. Там по времени будет. Вот как сейчас. На такой-то минуте. На то, это то-то, что-то шел туда-то, повернулся туда. Это роман целый будет. Все писать подробно, говорит, и книга не вместит. Согласен. Ну, давай. Так. Завтрашнего дня рано утром. Как просыпаешься, поскольку письмо уже написано. И когда ты придешь, поужинаешь и скажешь, я ложусь спать. И там будет сказано, где ты, когда ляжешь на кровать, и тогда, и где ты ляжешь. Может, ты не на кровати ляжешь, а может, в конуру залезешь. Кто тебя знает. Там будет написано в этом письме. До этого быть не может. Я такой хитрован, говорит, могу сделать так. Никто не угадает. А так, по-обычному, я делать, конечно, не буду. Вот в этом весь смысл письма. И можешь сделать совершенно необычное. Ладно, хорошо. А я могу сегодня начать готовиться? Готовься. Но завтра, как только открыл глаза с постели, или где-то будешь лежать, и с этого момента начнется отсчет, написанного в письме. Ну, мужик начал мудрить. Короче, он пошел, у него открываются окна на двех дворки. А на кухне не открываются, там нижняя. Он пошел в стекло выставил, марлю затянул. Он уже приготовил путь охота не в двери, а в окно. И притом там, где стекла стоят. А дальше попутно зашел в сарай, куда он не заходил. Заранее оторвал доску и потуда вылез. Но такой путь ему никто не предскажет. И как он на работе, все по-другому делал. Там отпросился на часок. В городе петлял-петлял. Ну, теперь никакая судьба меня не узнает. Это никому не узнать, где я был сегодня-то. Даже заглянул к той, которая тайно, даже жена не знает, что у ней бывает. Даже на это пошел. Ладно, вечером сразу подумал, куда я лягу. Да никуда я не лягу. Я эту ночь буду стоять. Выйду на улицу, на звезды, похожу, погуляю. Вот пусть теперь там напишут. И у него вечером так и началось. И когда все везде проходил, а вечером зашел в дальний угол, там где-то, хащерга стоит, да все. И ничего не постелил и лег. Вот теперь письмо буду считать. Считает там все, как он стеколка выставил. Дурак. Да надо было обычно так, он бы не знал, кто написал-то. Ой-ой-ой, да. Я вот сожгу это письмо. Там прямо к кому я заходил по имени названному адрес. Еще жена бы не видала. Я говорю, ты веришь в это? Ну, это никак-то не знаю. Зомбировали меня, наверное. Кто забирал? Тебя рядом никого не было. Я говорю, вот это и есть то, что называют судьбою. То есть предопределение, ты выбор сделал этот, стеколка выставил, доску оторвал. И зачем это делал? Бог предложил тебе путь прямой, лежать на постели. Зачем ты ночь шлялся, где попало? Зачем ты часы там рабочие употреблял, куда не надо? Ой-ой-ой, да что же я наделал-то? Я говорю, вот так в конце жизни, когда человек умрет, душа пойдет по мытарствам, 40 дней. Что же я наделал? У Жан-Поль Рихтера, это, если я не ошибаюсь, Белинский пишет небольшой его отрывок такой, как один человек под старость, совершенно одинокий, седой, больной, к окну подошел и смотрит, как люди торжественно встречают Новый год, а он один. Ни жены нет, ни детей, ни родных. И вся жизнь пошла перед ним. Как я жил, там неправильно. Тут с родителями, преждевременно мать ушла в могилу из-за меня. И стоит и плачет. Господи, верни мне эту жизнь. Я ее по-другому прожил, но никто не вернет. И вдруг кто-то хлопнул дверью-то. Он проснулся, оказывается, все это было во сне. А он атеист, друг Вольтера. И как его это захватило, что такая жизнь, с такими подробностями, точно, я живой. Он целый день ходит, а я живой. Я живой. Вот это и есть то, чем радуются евреи, что да, пришел Мессия, пришел Мессия. Спиридон Кисляков об этом пишет. У еврея другой, чем у нас. Он не просто верит, а верит, что Мессия обещан им, его народу. Это судьба народа принять Христа. Вот когда начинаешь в этом ракурсе рассматривать все, тогда ты будешь осторожен в этом. Вот относительно человека, я сейчас кое-что прочитал из Слова Божия, потом то, что святые отцы сказали, и тогда можно будет сделать уже выбор. Правильно они говорили, неправильно. А что правильно, неправильно, делай выбор. В любом положении Господь подталкивает человека к конечной цели, как Иосифа. Конечно, братья тут возненавидели. Отец, когда делал светную одежду и одобрял, что на братьях доносил, он не знал, чем это закончится. Но если бы не это все трудное, горькое, плачевное, как описывает Амифрем Сирин, как его вели мимо могилы матери, как он плакал, умолял. Картина? Сегодня не показывает все. Кино Иосиф есть. Ну и тоже наплачешься на него. Вот теперь там его продадут. Там его обвинят при любодеянии. Там ему смертный указ. Это там. И там его еще бить будут. Но Господь уже знает. Это самый лучший будет правитель Египта за всю его историю. Не просто правитель, а правитель любовь народа. Вот как он правил. Премьер-министр страны. Фараон говорит, все отдаю тебе, кроме своей власти. Он хорошо сказал, а то бы и голову ему оттяпать можно было. Как в сказке один говорит. Ты ропщишь на меня, зятью. Говорит, вот попробуй. Попробуй по царству как. Надень сейчас, дай мне царство. И он сказал, в течение часа скажи воинам всем, чтобы слушали твой код. Слушайтесь его. Как только он сел, так. Я кто? Царь. Хватай вот этого мужика. Хватили. Не верно отрубите голову. И царю сразу отрубили голову. Вот он оговорил фараон. То умнее наших ванях-то был. И вот здесь я дальше не буду распыляться. А то как от моря до моря расплывусь и не соберешь меня. Вот я считаю. Считаю. Слово Божие нас к этому научает быть очень внимательными. Я буду говорить о судьбе каждого человека и о судьбе всех народов. И выдвину именно не предположение, а потому что мы видим. Два народа. С одной и с другой стороны. С одной стороны Бога избранный, а с другой как будто проклятый. Единственный народ совершенно отделяющийся от всех народов. Но главное в чем-то они сходные. В упрямстве. В том, что нет тысячи лет своего государства. Но один там народ обрел государство. Какое ни на есть, но есть. А у других так ничего и нет. Это евреи и цыгане. А между ними 2896 народностей. Вот римлянам 11.33 об этом вы хотели сказать. О бездна богатства и премудрости и ведея Божия. Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Судьба каждого человека. Слово судьба в том, что ничего нельзя изменить. Ян Затус называет саталинское изобретение. Отнимает свободу. У меня бог так заразнарядил. Я такой есть. Я говорю, ты еще блудишь, что все время. У меня тут один знакомый был. А у меня и дядя такой же был. И все. По вагонам покупают, чужую туда заводят и платят деньги. С другим говорил, в больнице лежит. Ну маленько еще-то. И он стонет и все. Ну я после операции, да мне трудная такая операция. Там на позвоночнике и все. Он стонет, должен заснуть не дать. Я говорю, что ты стонешь? Что у тебя совсем маленькая? А у меня и отец всегда стонал. Ну не бойся. Тебе бог не назначил это. И так понятно, тебя любят. Завалили всем. А ты куришь и пьешь опять бутылку приволок. Я говорю, это судьба твоя? А то ты выбор сделал. Безда богатства. То есть в этом богатстве Бог знает, конечно, цель какая. Умереть. У дома богача пцы будут приходя лизать струпы его. И корки запреслил никто не даст. Почему? В этом богатстве в дальнейшем. Ты получил доброе в жизни твоя, лазер злое. Бог смотрит на концовку на того света. Премудрость и ведение Божие. Как непостижимы судьбы Его. То есть которые Он занарядил. И неследимы пути Его. Псалом 35, 7. Правда твоя, как горы Божии. И судьбы твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь ты, Господи. То есть все заключается в том, что Он хранит. До конечной цели доводит до Царства Небесного. А здесь от чего-то мы должны освободиться. Вот на меня еще ради на меня столько нападают. Ну представь, в черный смысл я занес только за год 7,5 тысяч человек. Вот сейчас там какой-то синистский, там масон, все это доказано. И он везде 10 лет только клеветал, лгал на всех. И вдруг на меня натолкнулся, и как будто из него крышу снесло. Уже сейчас четвертый ролик ставят, а ничего не может сделать. Он обвиняет меня за связь с прокуратурой, что дали дом. Почему? Это судьба его. Но он выйти из этого может ли? Не может. Потому что там уже полностью престол сатаны установлен. Теперь притча 29, 26. Можете отдельно записать, проверить. Многие ищут благосклонного лица правителя. Ну я знакомый, мне поможет. Но судьба человека от Господа. Хотя благословный правитель, вот как у меня прокурор края, генерал-лейтенант. На другом месте у меня генерал-полковник Пьянков, Борис Евгеньевич, командующий Сибирским округом был. Что-то я ко мне не давал. Он мне засыпал подарками. Бог. Но вот их нету ни того, ни другого на пенсии. А у меня как будто бы еще новые шлюзы благодати Божией открылись. А почему? Я все отношу. Это вторая, третья глава пророка Малахии. Говорит о том, как мы свою жизнь распределяем. По сторонам ли ее, в одном направлении и с чем. Могу ли я испытать Бога? И Бог дает только пока. Пока дает только одну возможность. Плати десятину. Испытайте меня в этом, Господь говорит. Я открою небо для вас, пролью милости. Вот на мне девять милостей. Девять отверстий Господь открыл. И пролил на меня это все. Даже когда говоришь, ну при такой пенсии, даже взять денежный вопрос. Бенея меня я не знаю, я вообще не видел человека. Люди-то до конца не знают. Только что ты как обормот ходишь. А я каждый почти утром латаю заплатку на заплатке. И все. Почему я люблю. Не то, что я там выпендриваюсь, хочу показать какое. Я по-другому не могу. Это моя вторая природа такая. Я, например, родился бедный. И всю жизнь стремился к экономии. А с какой целью? Купить машину хотите? Нет. Я понимаю так. Бог доверил мне эти копейки. Вот у меня сейчас пенсия 8141 рубль. 33 копейки. Все. У меня ниоткуда ничего нет. А тогда была пенсия где-то тысячи три, когда мы надумали ездить-то. И вдруг мне ехать. Машины нет. Господи. Какая машина? Советовали, советовали. Наконец я понял. Груз, что вывезла. Все. Газель. Груза пассажирская. Но покупать-то надо. Пришлось 770 тысяч отдать. И при том, это все получилось так, как надо. Один раз как раз батюшка идет, а у меня дома нет, он пошел в город. И что-то идет по базару-то, смотрит, банковская дверь открывается и оттуда вылажу. А ты что здесь делаешь? Бог знает. В долгах никогда не был, под проценты никогда не брал, заранее скажу. Вот мне деньги нужны? Нужны. Я на молитве стою. Нужны выкупить книгу. Сейчас не помню, 14 тонн, кажется, был. Где взять? И вдруг звонок. Я на молитве звонок. То есть это рановато звонит. Мысль мелькнула так. Беру трубку, звонит главный банкир Алтайского края. Игнатий Тихонович, вы дома-дома. Я за вами машину посылаю. Я иду мимо выходить, а у меня тут растет такой куст один есть. Очень хороший. Жизнь человека на что похожа? Не помню? Цветок. С чем сравнивать-то? Миндаль. 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 Я три ветки отломил, а он светет. Ну, дня три быстро отсветает. Аня, только-только цен. Я в сумочку положил, у меня пустая сумка. Привезли меня с черного где-то хода. Нигде там показывают, что это надо, а где именно их ход. Там охрана усиленная. Меня заводят. А приемная, ну, я не знаю сколько там, может быть, 50 квадратных метров. Несколько секретарей сидит, кажется, три секретаря. Это я такого не видал нигде. И меня сразу к нему. Я зашел, и каждому секретарю, кажется, два было их там, подарил веточки и сказал, что это символ бессмертия. Еще ничего не знаю. А когда зашел туда, показал книгу, которая вышла неделю последняя. И возьми да и скажи, что выкупить то мне и нечем. Предоплата-то была сделала. Вот гляжу, он в шкаф залез, там копается что-то, головой туда сунулся. Так раз, и начинает по пятерке отсчитывать, по пять тысяч мне. Я даже не стал считать, скорее в карман положил, думаю, не передумал бы. А дальше стали говорить. Секретарь говорит, там полный коридор зашел. У него день рождения оказался у банкира-то. Вот я попал где. Ну ладно, мы встретимся. Он ко мне на дом приедет, сюда, где я сижу. Представь себе, а кто я такой? Я прихожу, сколько мне денег надо было, рубль в рубль отсчитал. Это что? Это от Бога. И когда ехать надо было, вот ехать завтра. А сегодня вдруг, как телеграмма, приходит от человека, который живет в Калининграде, в Кёнигсберге. Игнатий Тихонович, я с вами давно знаком, знаком по интернету. Вам деньги нужны. Вы же книги издаёте. Я говорю, уже не издаю, я закрыл эту лавочку. Я умею отрубить. У него одно стихотворение, вот 10 лет не пишу. Всё, и на этом кончено. То есть другое поприще у меня. Ну, я решил вам помочь. Так я говорю, ну, на благовестие. О, туда и давайте. Вот я пошёл, получаю это там сотни или двести тысяч. Думаю, а куда я буду? Мне надо дорогой-то прятать, не с собой носить. Едем-то до Лиссабона, по Европам, по Союзу, по мусульманским республикам, по преступным местам. Куда деть-то? Хорошо бы, если дали по пятёрке. Ну, впереди меня стоит, в касте пришёл. А я нах порублю. Ну, это тысяча отсчитывает. А там куча. А вам какие надо деньги? Кого-то спрашивать. Ну, таких нету. Крупных нету. Я подошёл, она на меня смотрит. Вот как Вольф Мессин, когда приходил, в фильм его, и брал по указанию от Сталина, Берия послала в банке. Она всё отдала ему. Здесь так же. Она на меня глядит и начинает отсчитывать пятёрками красненькими. Отсчитала, карман. Поехали. Вот несколько... Почему? Я примеры беру из своей жизни. Я знаю, что такое предведение Божие. Он знает мою нужду. Притом, это нельзя придумать никак. Вот сейчас гонитель, который говорит, что... Почему? Он нужен. Нужен. Это карамес. Лорути карамес. А тут хвалят. А тут давят. Ну, чтобы выровнять где-то. Вот благословен Господь. Я считаю дальше. Многие ищут благосклонного лица правития. Но судьба человека от Господа. И это происходит. Исайя 28-29. От Господа Саваофа. От дивной судьбы его. Велика премудрость его. Я думал, апостол Павел отсюда это и взял. И о премудрости. Дивной судьбы его он назначает. То есть провидение, предзнаменование как-то проявляется. Премудрость Соломона 17-16. Вот когда надо было выводить народ Божий из плена египетского. Они стали пленниками, хотя были гостями. И в это время Господь наводит 10 казней. Это от человека независимо. Но как реагировать, как воспринимать одно и то же явление от Бога. Говорится, был ли тот земледелец, или пастух, или занимающийся работами в пустыне. Всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе. Какой? Видеть это, знать, ощущать, а понимать по-другому. И примудрость Соломона 19-4. Влекли же его к тому концу судьба. Влекла. Которой они были достойны. И она, судьба, навела забвение остучившимся, дабы они восполнили наказание, не достававшее к их мучениям. Оказывается, вот для чего эти угонители мне нужны. Не достает чего-то еще выровнять это. И они не могут от меня отойти. Это им судьба такая вышла? Еще считаем у Иси Рахова, 34-13. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе. Так люди в руке сотворившего их. И он воздает им посуду своему. Вот это значит судьба. То есть он знает, он ведет и все время подталкивает к добру. А теперь у тебя выбор такой. Подняться туда или не подняться. Вот у Тургенева это как раз описывается, как судьба. Девушка стоит на пороге дома, в комнате темно. А она знает, что-то ее туда влечет. И она уже поднимает ногу. Ей говорят, ты что делаешь? Ты знаешь, тут гонимый народ. Сколько он претерпел. Ты же понимаешь, куда ты идешь? И говорится, вот то и то с тобой будет. Ты никогда не выйдешь замуж. У тебя будет то и то. А она понимает, она идет к народу Божию. Это единственная дверь, которая туда. Она молится. Тот высказал все. И она тогда шагнула и вдруг слышно заскрежетала. Будь ты проклята. А тихий голод сказал святая. Понимаешь, вот между этим проклятием и святостью наша воля. Псалом 138, 13. Ибо ты устроил внутренности мои. И соткал меня во щеве матери моей. Ты. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивно дела твои. Душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои. Когда я был созиданным в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой. Видели очи твои. И в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. А в другом месте, говорит, первоначальных пылинок вселенной не было. То есть атома ни одного еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие. И как велико счисло их. Вот в школе, попутно сказать, изучают шесть падежей. Именительные, родительные, дательные, творительные там предложены. А вот слово Божие, это звательный. Седьмой. Но не преподавали нам. Стало ли исчислять их помышления Божие, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты Божия поразил, не счастлива, удалитесь от меня, кровожадные. Я сам мог бы с ними расправиться. Она, может быть, они от тебя. Они меня чему-то научают. Малахия 3.16 Но боящиеся Бога, говоря друг другу, Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Салом 55.9 У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге, или они твоей. То есть уже, я еще не плачу, а слезы там лежат. Притча 25.3 Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. А неисследимо означает, он волен. Волен был. Волен как. Бытие 9.5 И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Африканский континент сразу зачернел. Бытие 9.27 Да распространит Бога Иопета, это бледнолиция. И да все лицом в шатрах Симовых, антисемитизм, где, то есть уверует в еврейского Бога. Ханан же будет рабом ему. И ничего нельзя сделать. Он хам. У меня брат жил в Москве. И как-то, каким-то образом, не знаю я, он попал в знатное место. Там дипломаты. Ну и женщины там такие. И вот там негр один, высокий такой, говорит. Ну нагло так ведет, даже я понимаю. У нас в стране так не ведут. Прям женщину хватает. И прилюдно. И вдруг, говорит, с соседнего столика поднимается мужчина, тоже здоровый, крепкий. И прямо направляется к нему. Со всего размаху размахивается и бьет его головой только пол. Вот так у нас в Америке поступают с этим хамьем. Выносите его отсюда. Вот я понял, это раб рабов. Он не может быть другим. Они все время на взводе. Так вот здесь мы можем перейти уже ради храма твоего, говорит, Псалом 63, 67-30. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. То, что они банкиры, то, что они там эти дюпоны, ракфеллеры захватили, все написано это. Цари принесут тебе дары. Псалом 71, 10. Цари фарси, цари островов поднесут ему дань. Цари Аравии и савы принесут дары. А почему они русские будут носить, а не он? Это уже Божье предведение. Я перехожу теперь на то, что выбор человеку дан, и он может видеть. Коснусь великих высказываний святых отцов. Вы знаете, что Баллиц говорил о русском человеке, крайне упорно, после войны как-то все загладится, этот народ экстреблению подлежит. Самый непокоривый. Я задаю вопрос. Я просчитал, согласен. А кому он непокоривый? Еврейский народ покоривый? Он вам покорился или вы ему покорились? Но у вас свитные мысли. Вас кто сватал друг за друга? Русский-то человек противится чему? Какая бы ни была у нас искаженная вера православная, но она единственная верная во всей полноте. Вот когда беседуешь вновь с ретиком, вот как сейчас с этим американским ретиком беседовал, тут ничего не надо сказать-то. Только одно аллилуйя, Господи, аллилуйя, что ты дал нам эту веру и дал предзнаменование сколько, что мы будем верить. Вот вчера про юроди вы говорили и на собрании. А утром у меня сегодня большой разговор был с нашей русской, с Америки. Она в мае должна приехать сюда. Вот, Лидия Муранова, Эфинина. И как раз-то юродиевых. Я показываю, что это антиевангельское учение. Это страна юродиевых. Бог прославляет мудрость, а не дурость. Не покоривая кто и кому. Вот теперь я буду рассматривать в лице русского народа особый народ. Для чего-то он избран. А это, на котором, говорят, и рубаха не застегивается. Абы, кабы и как кабы. Одна девочка, когда у них там стал, там, это, в Конго, скажется, убивать друг друга. Одни кланы другими-то. Ну, а которые были близки к русским-то, а их в посольстве спрятали. А потом привезли сюда детей. А она выросла, а Татьяна, черная, как уголек. И с отцом Дмитрием Смирновым беседует. Ну, он ее спрашивает, как. Она совершенно по-русски говорит, тут воспиталась, ее даже не догадаешься. Если ей лицо закрыть, говорит русская женщина. Приятный голосок такой. И она, говорит, я удивляюсь русскому человеку. А чему удивляетесь? А ему все равно, говорит. В колодце явно, что надо почистить. Там вода уже мутная. Еще что-то лежит, спит. Ну, время же есть. Ну, вот, подошли его, пнули, говорит, ударили. Он, говорит, к вечеру один вычистит колодец. Работящий, добрый человек. Но ему все время нужно, чтобы кто-то его подстегнул. А я думаю, из этого я народа. И у меня точно такая же история. Из меня самые сильные искры вышибал Господь силой. Вот к истинному православию, там материалы о католиках. Человеку убийства ложь Ватикана и гордость папства. И трагедия или надежда. Я написал в полутемной палате, видя только бумагу, когда был в больнице краевой. А там из дальнего, через деревья, свет пробивался. Я не видел буквы, ничего. Два материала, посчитай, какие они жгучие. А почему? Сейчас наши людей стали ходить к католикам. Какое-то время ходили, но никто не перешел. А тогда я это сказал. Вот, я этого народа. Еврейский народ. Народ богоизбранный. Но они оставили эту цель духовного возрастания, а все переключили на телесное. Золото мира собрать, построить храм. Я недавно считал статистику, смотрел. Территория Израиля в 500 раз меньше, в 500 раз, чем окружающие мусульманские страны, которые враждуют с ним. И ничего не могут сделать. На берегу моря, да их спихнуть там полдня. И ни одного бы не было, ни дома, ничего нет. Никто не возьмет их. Почему? А у него другая судьба. Судьба народа предписана. Изменить ее нельзя. Если, говорят, судьба это изобретение дьявола, Златоуст говорит, это о человеке, об отдельном. А какой строй, что от человека не зависит. Пришло время, собирай пожитки. И вот здесь, что они делают, как делают во всем мире. И цыгане, попутно буду говорить, ни те, ни другие физически работать не хотят. Я ни одного еврея, ни одного цыгана в кочегарке не видел. Ни одного не видел за штурвалом комбайна. Ни одного еврея, ни одного цыгана я не видел, чтобы они доили коров, ухаживали за коровами. Ну, где-то они есть, но не здесь. Я вот был в этой автономной области еврейской. Там, за Хабаровском, Благовещенка где-то там. Ну, и поговорил маленько. Скажите, а сколько здесь евреев? Ну, теперь мало, уехали. А сколько в сельское место? Он говорит, ни одного. Ни одного? Понимаешь, как пригрелись. И цыгане. Точно их нельзя. И как те, и другие в свою среду никого не допускают. Одинаково поступают. Вот, допустим, мусульмане, те, лишь бы к ним пришел, обрезался, умел воевать, там, говорится, головы резать, что угодно. Добро делать, взаимовыручка, что принадлежит этой религии. А они добьются усилием и везде. И сам, говорит, против всех, и против него все будут идти. Все эти взрывы, все эти нордосы. Вот это все так и идет. Иаков сказал, Исааки сказал, Авраам сказал. До одного слова все выполнено. Так и будет. А во что превратился Израиль? Скотомогильник. Пришел к погибшим овцам Израиля. Погибшие, дохлые овцы. Погибшие, ну, мы не будем добавлять слова. Значит, они мертвые. Ну да, мертвые. Ну а то, где мертвая скотина, называется скотомогильник. И у них не было государства, это Герцель там. А сейчас вот, когда я говорю, кто это писал, евреи, говорят, и те не хотят верить. Журнал «Огонек», я говорю, знаете, ну, кое он не знает, центральный такой журнал. А вы знаете, в советское время, в 70-е годы, кто был главный редактор-то? Ну, еврейка сразу говорит, ну, еврей. Я говорю, а как фамилия? Виталий Коротич. Правильно. И статья, большая статья была. Гитлер, теперь основатель Израиля. Гитлер, не Сталин. И он приводит все данные. Я употребил в своем труде М1-М5. То есть, разъяснил протоколы сиомских мудрецов. Это все их. Даже если подделка, то их подделка. И все, правда, сбывается. Но и так дальше. Кто кому не покорен? Сигане ничего не могут сделать. Не хотят. В свою среду, чтобы смешанные браки были, никак. Как евреи, которые там, в общем-то, принцип тот же самый. Хотя они и так твердые. У цыган тоже бывают. У меня знакомый сын священника, женился на цыганке. И, кажется, трагически погиб. Дальше. Труднейшая задача, я пишу, привести к послушанию. А это уже заслуга Бога. А к волевому, грехолюбимому, властолюбимому народу Господь посылает посланников. Они, цыгане, только могут отравлять наркома, наркотики. И там целое селение выжигают. Там кладбище, где они живут. Они всех отравляют. Ну, конечно, неверующих. Подсел на иглу. Да, зачем тебе игла-то? Ты дохлый, и так был мертвый. И вот эта труднейшая задача проводится в одном народе. А с другой стороны, там просто открытые врата. Они из государства в государство на кибитках переезжают. Но в этом они и эти по всему миру распространились. У этих фамилий не узнаешь, как эти фамилии все время меняют. Там эпиграфы. И Сокомский начинаешь смотреть. Никак. Свердлов. Совершенно другая фамилия. Какого ни возьми, они и какие фамилии. Вот роль играет этого Вольфа Мессинга, Князев. Я стал смотреть, Князев, это не его фамилия. Вы, Быстрицкая Элина, играет там Аксиньо Астахову в Тихом Доне. Совсем не та фамилия у ней. Сегодня все печатает это дело. А почему? Желание выглядеть или лучше? Я до конца не знаю, зачем это менять-то им? Меняют, скрывают. И цыгане точно так же скрывают. А почему скрывают? Нехорошее. От хорошего не скрываются. Это значит, они знают. Вот у нас была еврейка, ходила к нам. И она принесла список. Ну там 90, кажется, 5 стран, в которых евреев гнали. Гнали очень сильно. И убивали. Но она не говорит, за что? Где бы ни были, они одни и те же. Он еврей говорит, и в Африке евреи. А почему? Вот теперь ты ответь, я говорю, ты же еврейка. Ответь, почему они такие? Почему им-то привет какой сделали и проще? А дальше-то ничем отплатили русскому народу хотя бы. Конечно, и русские не правы, что... Ну вот Черная Сотня, Манкштадтский, Быстро в этом участвовали. Восторгов сказать. Но, однако, царь мог это прекратить? Одним волевым решением, и все бы отбилось. Нет. Кажется, Милюков еще и говорил. Вот эта оседлость, где им... Это все аукнется, если, не дай бог, какая-то революция будет. Они все туда потянутся. Так и получилось. Ленин едет в пломбированном вагоне. Министры уже известны все. Из 138 человек 130, кажется, с лишним евреев. Это еврейская революция была. А почему? Предназначена. Ну а можно как-то. Ну, самый радикальный метод был у Адольфа Шикельгрубера. Самый радикальный. И тоже ничего не дало. Его давно нет. Они какую силу набрали, сказать страшно. Сталин был против, решил всех. Все скопытился, говорит, и духу нет. А почему? А у бога предведение написано. Этот народ будет идти до конца. И задача бога – бить его и бить. Для того, чтобы он уверовал, пришел к спасителю. Остаток спасется. Остаток Израиля. И все, что с ними стучается, бог допускает эти грабежи, эти освенцы, эти холокосты с одной целью, чтобы привести его к себе, к Богу Иегове. Не к этому Машиаху, который окажется Антихристом, а к Иисусу Христу, рожденному в Назарете, в Эфилиеме Девой Марии. Как они называют Назарянина. Теперь, вот я посмотрел здесь, ну, кто, как, где говорит. Есть несколько изречений о судьбе. Это святитель Николай Сепский говорит. Григорий Низский, брат Василия Великого. Иоанн Златоуз говорит очень подробно. Игнатий Брещанинов. И еще у кого-то тут считал-то. Какие нам говорит это? Википедия. Судьба. Многозначный термин, обозначающий. Первое. Предназначение. Идеал. Небесное. Полное раскрытие образа и подобия Божия. Жизнь во Царстве Небесном. Это судьба. Земное. Исполнение земного предназначения. Земная реализация данных от Бога сил во славу Божию. Жизненный путь. Исполнение или неисполнение предназначения. Например, Саул не исполнил его, а Давыд исполнил. С течения обстоятельств. Что есть промысел Божий. Разные обстоятельства сложились, там то утонули. Я оказался один, и меня Бог оставил. Рок. Это неотвратимость, детерминизм. Вера вслепую судьбу, как урок, взамен общение с живым, личным Богом, противоречит божественному откровению, на котором основано христианство. Святитель Иоанн Златоуст выразился еще более определенно. Учение о судьбе, Роке, посеяно дьяволом. Нет этой судьбы, которую понимают люди. Да у меня судьба такая. У античных, излишних, этого нельзя изменить. Я все. Вот преподобный Иоанн Иоанн, если дома скинули руку, но вопреки всем физическим законам, она вновь прирастает. Лазарь умирает, но вновь воскресает силой Господа Иисуса Христа. То есть то, что зависит. Как человек осуществляет судьбу свою, это подробно описано. Когда вступает в промысел Божий, это можно открыть, чтобы не затянуть дальше, сказать. Свою судьбу человек осуществляет в течение своей жизни. Растет, совершает поступки, учится, выбирает добро, совершает добродетели и избегает зла. И еще мы считаем про это. Ну, тут много о мусульманах, обо всем. Я совсем согласен, сколько доверился этому. Смотри вперед с надеждой, назад с благодарением. Наверх с молитвой, вниз с покаянием, внутрь со вниманием, а вокруг с любовью. Игумен Тихон Борисов. Темное слово «судьба» лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением «провидение Божие» Владимир Соловьев. И к этому мы добавить можем только свое понимание, как это было в моей судьбе. А иначе, говорит, не было бы сказано, 11.28, Иван говорит от Матфея, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Так что успокаивать, когда судьба? Вот есть там фильм, «Едальга». Если не видели, можете посмотреть, довольно интересное. «Конские скачки через пустыню». В мусульманской стране там очень большой приз был. А один был полукровка. И лошадь у нас такая была от нации, которые индейцев там гнали. Там истребляли буквально их. И он решил все пожертвовать, чтобы им землю там выкупить. И как он выигрывает. И дорогой 1200 километров по пустыне. Это вообще невозможно никак. Буря как застает, засыпает их там. Их вы, там может быть 200 человек, а к финишу 220 только добрались. И то, кто первый придет. И вот он смотрит, мусульманин попал в трясину. Пески зыбучие. Хоть-то утонул, а он не может еще один. Он ему бросает веревку, лоссо. «Берись и вытащи». «Не надо, Аллах так решил». То есть он покорился этому. «Ну, я тебя вытащу». «Не надо». «Аллах знал, что здесь». «Он бы мог меня вокруг обвести». Но это истина так и есть. Вот у нас до последней капли будет кричать, бороться. И все равно, говорит, не может перепрыгнуть, поднырнет. И вот понятие о судьбе настолько сложное, что лучше всего его не упоминать. Вот они понимают, это рок. Ну, такая уже фатальная судьба его где-то. А я считаю, для себя. Все решает связь с Богом. Маленько Бог показывает вперед. Чем я закончу, не знаю. Но у меня не было ни дня, за который я бы не благодарил, дивясь дивным делам Господним. Как сочленяются события одно с другим. Где-то я там был, ехал. Вот один пишет. Мне прямо зашел. Мы как-то ехали. Игнатий Тихонович, я вас знаю. Мы с вами ехали в одном вагоне. И сидели в одном купе. Ну, такое. Общий вагон-то. И когда проводица подошла, проверять-то, а вы сидели между нами, а тут брат сидел. И она у брата проверила. И пока у вас проверяла билет, да его надо проштамповать было, компостировать-то. А брат за спиной подал мне свой билет-то. И она мой билет-то взяла. И когда она ушла, они мне сказали, вы зачем обманули? У вас билета нет? Поверьте, что этот человек вор. Он вором станет. Игнатий Тихонович, как я переживал. Но вором я не стал. Я с тех пор больше никогда не обманывал. То есть он повернул резко в сторону. И эта встреча когда-то, где-то там была. Вот у нас Михаил Кальмаев как. Судьба, как хочешь. Он знаком там с отцом Сергием. И тот, кто или кто-то дает ему пленку. Катушки были. И он слушает запись моя. А там оторвано, не написано. И он прямо, говорит, влюбился в это. Кто там говорит, он не знает. А потом прошло уже сколько лет, 15. Я не могу точно сказать. И ему попадает книга. Он читает ее. Он говорит, то, что здесь я читаю, вот так же написано на той пленке-то. И узнал адрес, и мне звонит. Звонит. Это ваша пленка-то? Ну, выходит моя раз об этом. А можно я приеду? А, говорит, зачем? Ну, верно сидит, а мне ничего не нужен. То есть я тебе ничего дать не могу. То есть я никого не зову. Говорит, а то я там вроде охмуряю. И они меня вообще не знают. Которые пишут. Вот, которые пишут ролик за роликом. И ни одного сантиметра нет правды. Он переворачивает все. Почему? Он ничего не делает. Одержимый демоном лжи. И теперь я вам тогда уже третий раз. Тогда он приезжает, познакомились. Потом принял крещение. Потом мама приехала, приняла крещение. А вот пленка, думал ли это, что она, пленка, докатится. И там где-то в Осинниках, Новокузнецке, кого-то захватит. Это от Бога. Вот что это означает. Я видел, когда Рейхстаг, вот такое восхождение дьявола. И когда Рейхстаг был подожжен. И были пойманы там коммунисты. Какой радостный показывается. Ходит Гитлер. А все говорят, какой он радостный. Потому что он говорит, это рок. Это предведение. Теперь он по компартии сразу закрыл. Всех арестовал. И уже народ ни один не скажет. Ну сожжи Рейхстаг, как у нас Кремль бы сожгли. У Бога сочленены события. Надо научиться рассматривать вот эти зацепки. Где они цепляют друг за друга. Почему именно оказался я там? Я мог быть не там. Вот где я сейчас сижу. Брат мой как-то сказал, отец Ахим. Хорошо, что брата моего арестовали в 86-м году. Сейчас бы молиться негде было. 11 лет шел в суд, и я выиграл его. Выиграл там одну двухсотую часть. И то это богатство какое. А бог заранее знал. Меня как Иосифа послал в ВУЗы. Там еще будут добавлять мне страдания. И вдруг Михаил Горбачев сдает указ освободить сеть политзакрещенных. Помилование. Не реабилитация. Реабилитация только в 92-м будет. В 92-м еще 5 лет надо было кряхтеть. И все начнет помаленьку возвращаться. И я получу вот то, что получил. Ну и все остальное. Вот разумение, слово судьба, так как оно такое опасное, а дьявола, то я его стараюсь нигде не употреблять. Может, в забывчивости скажу, а сказать предведение Божие. Он предузнал и предопределил. И все условия составил так, чтобы я был спасен. Чтобы воля Божия отразилась во мне. Богу нашему слава. Веки веков. Спасибо Христос, Игнатий Тихонович. Не утомил? Нет, Игнатий Тихонович. Ну и, соответственно, вот это вот пожелание, которое часто употребляется, причем оно все чаще и чаще, и, мне кажется, просто по привычке, и не задумываются люди. Пожелание удачи. Это, как говорит отец Дмитрий Смирнов, Петр Мамонов, говорит, я же, говорит, не картежник, зачем вы мне удачи желаете, да? То есть помощи Божией, успехов можно пожелать. А удача это тоже, так понимаю, ведь понятие связанное вот именно с судьбой, вот как бы с неким слепым, бездушным предопределением. Так получается? Вот слово «мечта» попутно взять. Я сейчас послышу, но я мечтал стать там космонавтом или кто-то. Слово «мечта» в Святой Библии встречается сколько раз всегда только в отрицательном, ни разу в положительном. Таковые мечтатели. Это кремлевский мечтатель. Там просто записано, на приеме был у Ленина, у Ульянова. Вот так. Еще говорите, какие у вас вопросы? Ну, вопрос большой. Может быть, тогда, Игнатий Тихонович, в следующий раз его задать. Давай следующий раз. Разночай вечером сегодня. Я свободен. Сегодня вечером. А у меня на завтра встреча из другого города, люди уже выезжают. Хорошо, хорошо. Давайте сегодня поговорим. Мы поговорили с Лидией Гурановой, которая свела меня с Александром Менем. Она в Америке. И сегодня уже договорились, когда она приезжает сюда. В конце. Это там мая. И тут побудет, там везде все в городе, посмотрит. А 10-го, может, с нами вместе по Теряевку поедет. Ну, да и Бог. Ну, все тогда, Игнатий Тихонович, до связи. Ну, все, с Богом. С Богом. До свидания. С Богом. С Богом.